В скандинавской ходьбе все возрасты покорны. Более ста человек из различных городов Подмосковья доказали это. В парке Наташинские пруды прошла открытая областная тренировка для пожилых людей. Как участники массовой спортивной прогулки дошли до финиша, расскажет наш корреспондент Луиза Егязарян. Бодрое настроение и желание быть здоровым. Все, что требовалось от участников открытой тренировки по скандинавской ходьбе. Любовь к пешим прогулкам привела в Наташинский парк жителей семи городских округов. Скандинавской ходьбой занимаемся каждую неделю, иногда два раза, с целью подвигаться, размять все мышцы, привести себя в движение. Спортивный праздник для тех, кому за 50 стал частью проекта губернатора «Активное долголетие в Подмосковье». С июня этого года пожилые жители региона могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции и ездить на экскурсии. Я вам хочу пожелать бодрости, духа, здоровья. Занимайтесь, ходите, передвигайтесь, радуйте себя и окружающих. Путь от старта до финиша. Протяженностью полтора километра спортсмены прошли с легкостью. Регулярные прогулки с палками для них образ жизни. Я занимаюсь уже 10 лет скандинавской ходьбой. Я из города Игоревска. Мне это очень помогает. Здоровье у меня стало лучше, давление у меня снизилось. Вообще это очень хороший спорт. Скандинавская ходьба – лекарство, которое не имеет противопоказаний. Этим видом спорта может заниматься каждый. Он безопасен, прост и самое главное – эффективен. При обычной ходьбе у нас включается только нижняя часть тела и, соответственно, 50% мышц. Как только мы берем в руки скандинавские палки, у нас включается плюс еще 20-30% мышц. Как только организм начинает работать в таком режиме, начинается тренировка всех систем. Относительно новый вид спорта стремительно набирает популярность. 12 октября в Дмитровском районе впервые пройдет Кубок Московской области по северной ходьбе. По словам организаторов, средний возраст участников турнира – 42 года. Продолжение следует...